Полиция Алматы расследует смерть мужчины, который заживо сгорел на опоре линии электропередачи. Он попал под напряжение в 10 тысяч вольт. По словам очевидцев, несчастный пытался освободиться, но на нем загорелась одежда. По предварительной версии, на линии произошло короткое замыкание. Алтайна Мендебаева работала на месте ЧП. Эти кадры сняли очевидцы жуткого происшествия. Тело мужчины тушат на опоре линии электропередачи. С какой целью 37-летний алматинец забрался на столб, сейчас выясняют. Известно лишь, что на линии произошло короткое замыкание с аварийным отключением. Сейчас о жутком инциденте. Здесь напоминают лишь остатки одежды и обгоревшие инструменты. Очевидцы говорят, что все произошло за считанные минуты. Мужчина пытался освободиться, но оказался охвачен огнем. Очевидцы рассказывают, когда мужчина еще был жив, к электрическому столбу подходили прохожие. Но помочь ничем не смогли. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть. Мы производим ремонтные работы в этом доме, точнее отделочные. Окно было открыто, мы как раз работали около окна. Заискрился столб. Человек был на столбе. Спустя какое-то время, буквально через минут 20-30 он стал высвобождаться, потому что снизу ему кричали не шевелись, не шевелись. Стал высвобождаться, вспыхнул огонь на его одежде. В энергокомпании заявили, погибший не является их сотрудником, а сам трансформатор не состоит на балансе. Они предполагают, работать на место мужчину отправили сотрудники ЖК, который находится в непосредственной близости. Но там никаких комментариев не дали. В компании Алатау Жарык утверждают, что уведомления о работах они не получили. В данной ситуации мы не знаем, кем является этот человек. То есть вот эта линия, отпайка и трансформатор находятся на балансе ЖК-атмосферы. И у них есть свои ответственные энергетики, то есть и КСК. И они как бы за это сами отвечают. Предположительно, отправили сотрудники ЖК-атмосферы. Все работы, которые производятся на этой линии и трансформаторе, то есть на абонентских линиях, должны согласовываться с АЖК. Предварительно с АЖК в письменном виде должны согласовываться с нашей компанией. Они это сделали? Нет, такого не было. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы. До судебное расследование начали по статье «Нарушение правила охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если чью-то вину в этой трагедии докажут, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.